У нас есть также подопечные фонды «Живись и сейчас», семьи, живущие с боковым амбитрофическим склерозом. И я бы хотела обратиться к Павлу Шестимерову, который отец детей, которым приходилось сообщать. Как вы это пережили? Для начала я не просто отец детей, я в первую очередь муж этой замечательной жены Тани Шестимеровой. Значит, ну, кратко, когда Таня заболела, собственно, об этой болезни еще толком никто не знал. Вот, не толком никто не знал, и, может быть, это даже хорошо, потому что мы не знали, насколько, что нас ждет, и врач, который нас наблюдает и до сих пор, Мария Николаевна Захарова, из-за ней неврологии, она нам не сказала, что, ребят, все, значит, там, 2-3 года, как многим говорят, и на этом дело кончилось. При этом в момент заболевания нашей дочке было где-то года полтора, а сын был еще в животике. Значит, ну, сразу скажу, что дочке сейчас 19 с половиной лет, она учится на втором курсе института и входит в студсовет, то есть она активная очень девочка, неформальный и формальный лидер, а мальчику 17 с небольшим, вот, он член сборной команды Москвы под жюдо, командират мастера спорта, учится в колледже, то есть, в общем, начальную задачу мы выполнили, то есть, когда Таня заболела, мы решили, не будем обращать на болезнь, нам главное поднять детей. Вот, и у нас вообще редкий случай для нашей страны, вообще, и для Москвы в частности, ну, сначала то, что мы в Москве, москвичи, Центральный округ, Красная Пресня, очень рядом московский комсомолец, Богославская, такой замечательный корреспондент, нас вела по подопеку и писала о нас много, представитель инвалидного общества, нас курировала наша Ия Викторовна, депутат местный Денисова Елена, в общем, очень много нам было помощи, и для детей, путевки в лагеря, подарки, на праздники с 1 сентября и так далее. Вот, постоянная опека, плюс нам повезло, по лужковкой программе мы получили специальную приспособленную квартиру, правда, в Медведково, замечательный район, как квартиры приспособлены, гидроподъемники, то есть все, так сказать, для жизни, тут, так сказать, в плане материального обеспечения. Ну и то, что, значит, вот для того, чтобы все это сложилось, еще, конечно, сочетание того, что, как только мы приняли болезнь и приняли болезнь нашей семьи, вот, а наши семьи дружат еще до, задолго до рождения Тани, вот, то все объединились, вот, одной целью, жить как можно дольше, активно жить, помогать, вот, и, в общем, наверное, вот именно принятие этой болезни всеми нами, да, и никто не думал, что, что будет, если кого-то не станет Тани. Вот мы ставили задачу жить, знаете, как дискобол, как можно больше раскрутиться, чтобы как можно дальше запустить этот диск, а вот мы как раз вот запустить наших детей на орбиту, чтобы они встали на ноги. И у нас это вот, ну, по-моему, получается. Как вы с ними говорили о болезни, о том, что семья не такая, как все? Вы знаете... Был ли у них какое-то отторжение, бунт, может, по-другому возрасту? Значит, ну, нет, конечно, никакого бунта. Во-первых, все это было постепенно, то есть, ну, мама постепенно теряла подвижность, да, то есть, когда они... Это было постепенно, не то, что сразу, как бывает, вот, как вы говорите, там, ребенку так 5-6 лет, мама инсульт, сбила машина, и резко что-то поменялось. Вот это было все плавно, и на всех этапах, значит, когда Таня ходила в детский садик и купала с ребятами в бассейне, потом, так сказать, уже меньше ходила, значит, но она, даже когда она вот сейчас уже не ходит, да, в коляске, то она участвует в жизни ребят, да, то есть, постоянно, вот, скажем, они за советами, за... Вот она планирует нашу жизнь, да, и поскольку это постепенно, то ребята привыкали постепенно, что вот к ним приходила мысль, что вот мама вот у нас больна. Но вот, знаете, вот какого-то, скажем, может быть, отторжения, что вот как что-то им не достает, да, из-за того, что мама болит, они меньше ездят, меньше узнают, меньше... Мы все старались, чтобы этого не было, вот, и вот я могу сейчас сказать, что вот когда где-то года через два-три болезни, когда стала Таня, значит, ну, явно уже стало меньше ходить, хуже себя чувствовать, то многие друзья, да, вот, причем очень такие семьи, казалось бы, православные, там вот сейчас армянская семья очень интересная, они мне говорят, знаете, вот в нашей традиции, да, вот у наших, в такой ситуации жена, да, больная, когда, тем более, так сказать, неизвестно, там, два-три года, она уходит в семью своих родственников, муж молодой, здоровый, с детьми, ради них, создает новую семью для того, чтобы дети не лишались чего-то. Понимаете, это, на самом деле, если это объективно к этому отходиться, это реально, реально, где-то для кого-то это выход, вот, у нас, конечно, этого не было, никаких таких мыслей, вот, и я могу сказать, вот, благодаря Тане я стихи начал писать, вот, есть такие слова, что наши дети, подрослевшие, считают, что лучшей мамы нашей в мире в целом нет, и реально, вот, наш дом, это постоянно друзья, Новый год десятки, десяток ребят приходят, то есть, ребята не стесняются, что мама на коляске, что вот они, говорит, наши мамы самые лучшие, она живет для них, и они это приняли, они это приняли, вот, собственно говоря, то есть, когда окружающие принимают, вот, они не видят, что стена они, страдания, да, что, ой, вот, мамы, как же вам не храб, вот, мамы умри, вот, а когда есть оптимизм в семье, у всех родственников, друзей, у нас друзей стало больше, то и ребятам это передается. Спасибо большое. И еще, я немножко, я, вот, вот, с Дашей, вот мы под Новый год, такой, по своей инициативе сделали такую акцию, я был дедушкой Морозом, а Даша с Негурочкой, мы объездили семьи с детьми, ну, больных бас, у которых есть дети. И вот я скажу, что да, не хватает, безусловно, материального не хватает многим, потому что надо выбирать, либо я работаю и поднимаю детей, да, либо я разрываюсь и получается ни то, ни другое, да, вот, у нас получается, что есть помощь разная, мы справляемся с этим, вот, но самое главное, что зачастую не хватает вот этим детям в этих семьях, как бы дополнительного внимания, то есть мама болеет, папа очень часто уходит при этом из семьи, и вот особенно, вот, ребятам не хватает, там, если мальчишкам не хватает, какого-то неформального общения, не хватает, ну, как бы мужика, да, который там мог взять, вот как я сына вожу, Саня придумала, что надо единоборство, да, я вот вожу, она придумывает, я исполняю, вот, и вот не хватает вот этим ребятам какого-то неформального общения, вот как вот Алиса ездит с песнями, там, с музыкой, вот, можно просто приехать, просто поговорить, как дела, по мужски там поговорить, то есть вот какое-то вот такое особое внимание неформальное нужно, безусловно. Спасибо, Павел, вам большое, Татьяна, спасибо, что пришли к нам.